Привет дорогие друзья! С вами канал 1 Австралия. Я Александр Петров. И один из моих подписчиков на другом канале, обрадовательном канале 1 Австралия Обрадования, написал такие интересные слова. У нас в Толице Урюпинске все немного по-другому. У нас тут не спился, уже успех. Женился не по залету, успех. Закончил шарагу, успех. 20 тысяч зарплата, успех. Я хотел бы ответить достаточно коротко. Я понимаю весь сарказм, понимаю, что у человека в действительности болит душа, но хотел бы сказать следующее. Дело в том, что, ну, во-первых, если ты умный человек, то ты не спиваешься. А если уж умный и волевой, то ты не пьешь вообще. И я таких людей одобряю, я таких людей поддерживаю. И вокруг моего окружения, я здесь, в Австралии, где тоже очень многие люди пьют и потребляют наркотики. И государство как-то это даже не особо-то и, на мой взгляд, осуждает и борется с этим. Почти не борется, почти нет борьбы. Но при этом, при этом вокруг меня собралась группа людей, которые вообще и мужчины, и женщины, которые не потребляют алкоголь вообще. Ну и какая проблема? Здесь больше шансов и самогоноварением заняться, и наркоты полно, иди выращивай вон круглый год. Здесь может расти твоя марихуана родная. Но это же не делают люди. По крайней мере, в моем окружении такого нет. Все дело от желания. Не женился? Ну, если голова на плечах, и если видишь свою жизнь за пределами страны, так можно с младых, как говорится, ногтей спокойно собраться и уехать. И для этого не надо жениться. А если и женился, но не завел детей, и это твоя половинка, твой единомышленник, так какие проблемы? Дети, да, дети осложняют эмиграцию, но в данном ключе даже женился, это небольшая проблема. Учишься в шараге? Так учись не в шараге, просто учись. Шарагой становится учебное заведение не только для того, что оно так было организовано, но и для того, что люди себе позволяют, позволяют преподавателям, которые в принципе зачастую неплохие, образовательный процесс превратить в фикцию. Я знаю, что из одних и тех же, кстати, волгоградских, потому что это мой родной город, моя родная область, из тех же самых учебных заведений выходили и замечательные специалисты, и из Астрахани, например, и выходили, в общем-то, никакие специалисты. Если ты учишься, то ты специалист. Если ты покупаешь курсовые по интернету, то не обессудь. Поэтому на это тоже кивать в принципе не стоит. А то, что ты соглашаешься с зарплатой 20 тысяч, ну, скажем так, можно зарабатывать 20 тысяч, ты занимаешься своим делом, делом занимаешься хорошо, ты потом профессиональную эмиграцию получишь. А в будущем, в будущем, ты можешь и подработать денежку какую-то, подсобирать, собрать тысяч пять и спокойно уехать. Не надо обвинять президента, власти, коррупцию и много чего другое. Можно просто нормально работать и нормально скопить, ну, действительно, тысяч пять долларов скопите. Я же создал вам условия, при которых вы и с этой суммой можете эмигрировать. Ребята, это же вам не то, что вам пишут в департаменте эмиграции, что вам 30-50 тысяч долларов нужно. Вы же прекрасно понимаете, что я вам не вру, и что у вас есть очень много примеров людей, которые успешные, которые начинали, приехав с тысячи долларами в карманы, с 500 долларов и остались. Ну, такая ситуация. В оптимом, конечно, все бы хотели, чтобы у вас было полсотни тысяч долларов в кармане, чтобы вы все были такие умные, что у вас и английский был уже нормально. Но в реальности, вот то, что имеем, то имеем. Но даже этого достаточно. Главное, чтобы голова была на плечах. И если она у вас будет на плечах, все у вас получится. Никакой Рюпинск и Зажопинск вам не повредят. Спасибо.